Отрывок из книги Соберсетта Морма «Театр». И знаете, что я сказала, что сороки привела в Майкл? Я сказала, до тех пор, пока Джулия не тащит меня в ночные клубы, Джулия перестала прислушиваться к его словам. Долли, подумала она, и как ни странно употребила те же самые два слова, что и Майкл. Объявили, что уже не подан. И их весело бы там не обратилось к другим предметам. Но хотя Джулия принимала у нее живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом услышала одну из театральных историй Майкла, которую тот рассказывал по меньшей мере двадцать раз, все это время она вела при себе оживленную беседу Долли. Долли все больше и больше съезжилась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает. «Вот старая корова», — сказала она Долли. «Кто вам позволил совать нос в мои дела?» «Молчите, не пытайтесь обрадоваться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Поэтому нет оправдания. Я думала, вы мне, друг, думала, я не могу на вас положиться. Я могу на вас положиться, но теперь конец. Больше я вас знать не хочу. Ни за что. Думайте, мне очень нужны ваши вонючие деньги. И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Но чтобы вы были, если бы не я, хотела бы я знать. Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и представляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили бы любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Все, конец. По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог. Позже в кино она сидела рядом с Том. Как и собиралась, и держала его за руку, но рука оказалась на редкой движении. Как рыбий плавник. Видны его стревожные слова Майкла. И теперь он сидит и думает о них. Как бы лучше к минутку и оставиться с ним наедине? У нас умело бы его успокоить. В конце концов, никто, кроме нее, не впутался бы из положения с этим блеском. А пломб, вот точное слово. Интересно, все-таки что именно Доле сказала Майкла? Надо будет узнать. Майкл спрашивает, не годится. Еще подумает, что она придала какое-то значение его словам. Надо узнать о самой Доле. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Доле. Она будет со старой коровой. Сама нежной. Она подластится к ней и распросят все. Та и не догадается, как она Джулия на нее сердит. Любопытно все-таки. Ей прям мороз по коже пробал при мысли, что они болтают. В конце концов, если она не может поступать, как хочет, что тогда и кто может? Ее личная жизнь никто не касается. Никого и никто не касается. Однако, если люди начнут на ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майклу, если узнает правду? Ну, очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться ее антрепартнером. Само умное с его стороны было бы закрыть глаза. Но в некоторых отношениях Майкл человек скажет, нет-нет. Да и вспоминает, что его родители полковник. И начинает соображать из себя Бог ведь что. Он вполне может вдруг сказать, пропади, а нам все пропадом. Я должен поступить как джентльмен. Мужчины такие дураки, они способны наплевать собственные колодки. Конечно, она не очень-то и расстроится. Поедет на застроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет. А потом найдет себе нового антрепартнера. Но это такая докука. А потом, у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать. Он так станет переживать, бедный имененочек. Все это будет для него так уменьшим. Нечего закрывать глаза, она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте и на мальчишке 23 лет. Конечно, потому что она зато не выйдет. Зато у нее достанет ума. А Чарль не выженится на ней? Жулия вернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет. Он один из тех великодушных голландных идиотов, которые женщины запросто обоят вокруг пальца. Возможно, у меня откажется выступить на суде в роли заответочка при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Верли Чарльз в Теймерли. Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шел к Тому. Но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов, пусть и туда или обратно. Я бы его образить и не верить, что. У таких людей всегда трудны непристойными стенами. Что-то начнет Клубов. Она с радостью ходила бы в Тому стихий метечки, где бы их никто не увидел. Но он и не хотел. Он любил, чтобы была куча народов. Ему нравилось вращаться среди элегантных людей. На них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели. Черт подери, сказала Жулия. Черт подери, черт подери. Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала. Все, поверь, поверь мне сразу.